Всем привет! Привет! Это программа «Американские истории» на канале РТВА. Я Олег Фриш, и сегодня у нас в гостях танцор, актер и кинорежиссер Саша Корбут. Саш, привет! Мои многолетние ожидания, наконец, реализовались ты в этой студии. Добро пожаловать! Спасибо огромное! Я понятия не имею, о чем мы будем говорить, но я готов. Ну, о внеземных цивилизациях мы точно не будем говорить. Прежде всего, мы будем говорить о тебе, о твоих проектах в Америке, в стране, где ты, ну, как мне кажется, ну, если не полностью, то уже много в чем раскрылся. Но вопрос первый, традиционный для этой программы. Каким ветром тебя занесло в Америку? Достаточно простым и непростым. Я не собирался здесь жить. Я никогда не мечтал об Америке. Не с таким лицом, что «не, не хочу». Просто это не было в моих планах. После того, как я закончил университет во Владивостоке, я поехал учиться в Испанию. Я мечтал выучить испанский язык. И я работал профессионально танцором. И учился в университете на факультете журналистики. Когда закончилась виза, я начал искать работу по Европе, но ничего не мог найти. И, наверное, в один из этих отчаянных дней, когда ты просто вот так сидишь и отсылаешь резюме, не зная кому куда, мне пришло письмо из балетной компании «Джофри». Они мне предложили стипендии учиться в их школе. И у меня ничего не было в планах. Я думаю, ну, раз предложили, я поеду. И я думал, что «Джофри находится в Чикаго». Я такой, ну, все, еду в Чикаго, буду там жить. А потом мне говорят, нет-нет-нет, основная компания в Чикаго, а ты будешь учиться сначала в школе в Нью-Йорке. И так я оказался здесь. Я говорю, ну, ладно, поедем в Нью-Йорк, посмотрим, что там будет. И вот 11 лет назад я так случайно сюда заехал и как-то вот еще не выехал. Ну, насколько я знаю, это не первый твой приезд в Америку. Первый раз ты был, по-моему, еще школьником или студентом. И Сашу занесло в Сан-Франциско, где он не терял зря свое время. Он продавал попкорн, чисто американский продукт, в кинотеатре. Что было тогда, вот в той первой поездке? Что тебя удивило, что тебя поразило в этой стране? Да, это была, если помнишь, такая программа «Work and Travel». Ты едешь, работаешь и учишься, учишь язык. Я попал в кинотеатр, где продавал попкорн и еще подрабатывал в Баскин-Робинс. Я продавал мороженое. И я помню точно, что мне не хватало денег на жизнь и на еду. И поэтому пока никто не видел, я подъедал попкорн в кинотеатре. И когда мог мороженое и десерты M&M's в кафе-мороженом. Я не помню точных, у меня нет картин воспоминаний, но я точно помню, что я пошел в типа Гума и купил свои первые американские джинсы «Левайс». Это для меня был просто успех. То есть он решил все-таки вернуться в Америку, чтобы купить еще парочку джинс «Левайс». Да, но уже когда вернулся, я другие джинсы покупал. Хотя нет, «Левайс» до сих пор ношу. Но да, я помню это прикосновение с Америкой, потому что когда мы были в детстве, ну что, я вырос во Владивостоке, мы смотрели «Парк юрского периода», «Красавица и чудовище» и «Один дома». И я вот помню, у меня прям в памяти врезались эти фильмы, фильмы, они для меня были ассоциацией, что такое Америка. А тут ты приезжаешь, я впервые увидел, что такое кредитная карточка, я впервые выпил капучино. Такое чувство, как будто я там из этого, из какого-то старого века, но я думаю, это не про то, было ли это доступно в России или нет. Это потому, что ты в определенной новой ситуации, и все, когда ты пробуешь в первый раз что-то новое, оно оставляет яркий свет. Ну хорошо, давай поговорим о жизни на Дальнем Востоке, что было в детстве, естественно, о маме, о папе, о семье. Поддерживали ли они твои креативные творческие направления? Вообще вопрос, давай дальше вот чего. У тебя такая многосторонняя, многогранная деятельность. Прежде всего, ты начинал креативную деятельность как кто? Ну, в 4 года меня мама отдала в танцы, я был астматиком, у меня была тяжелая астма, и мама решила, если я буду двигаться, то как-то это пройдет. В айкидо меня она не хотела отдавать, поэтому думает, ну ладно, здесь есть бесплатный кружок бальных танцев, иди танцуй. Мама у меня творческий человек, она работала и до сих пор работает, о боже. В центре детского творчества, дворец пионеров, папа был полицейский и поэт. Мама... Ну, полицейские тоже разные в России. Папа писал прекрасные стихи, любовные, любовные поэмы моей маме. А можешь что-то почитать из папиных стихов? Я помню одну фразу, но вот одно из четверостишья. Он однажды ей на день рождения написал «Передо мною рушатся границы». Ты словно... Одну секунду. Я готов... Передо мною рушатся границы. Мы это вырежем. Нет, ничего страшного. Мне так хочется это вспомнить. Перед тобой рушатся границы. Ты словно луч пронизываешь путь. Ты ветер в небе, феникс-птица, а я как был твоим рабом, рабом так и помру. Что-то такое. Ну, слушай, если что, перепишем, но... Да, через пару недель, когда закончим монтаж, да. Перепишем, перепишем. Да, вот, в принципе, и так я начал заниматься. Ты получил образование в Дальневосточном университете по специальности... Журналистика. Окей, журналист, актер и танцор. Танцовщик или танцор? Танцор, я думаю. Танцор. То есть не так серьезно тогда это было? Я понял. Да. Интересно, что многие люди, которые уезжали вот в те годы из регионов, как это называлось, они полностью прекращали связь со своими родными местами. Кто-то подвижал, что получить статус политического беженца, им просто обиды скопились у человека, он не хочет возвращаться к тому, что было. Но интересно, что ты не порвал связь со своим родным краем, со своим родным городом, потому что уже будучи жителем Америки, ты вернулся туда, по-моему, даже несколько раз, чтобы спродюсировать выставки двух американских фотографов. Это Хенни Гарфанкел и наша любимая Нина Алаверт. Как это было и почему именно они? Слушай, я хочу сказать, я вообще счастливый человек. Мне сюда попасть повезло, в Америку. Я люблю свою страну, я люблю людей, в которых в ней живут. Там мои любимые люди. То есть ты как-то по определению транслируешь эту любовь к стране через них. И никогда я не думал порывать связь, потому что от родины не отказываются, в моем случае, для меня. Это мое личное убеждение. Когда я, я всегда, знаешь, когда ты посмотришь хороший фильм, тебе хочется позвонить близкому другу и о нем рассказать. У меня что-то подобное с моими друзьями из Владивостока и с моей семьей. Мне повезло, что я познакомился с Ниной Алаверт и с Хенни Гарфанкел. И в то время у меня были связи с Американским консульством во Владивостоке. Я им предложил два этих проекта в разные годы жизни. И они согласились. И это было круто. Потому что Нина приехала с выставкой Довлатова, после которой она опубликовала книгу, которая вышла во Владивостоке. А с Хенни мы поехали на международный кинофестиваль Pacific Meridian. Я видел, как вы там радовались и по красной дорожке шли, и как ты позировал. Я это все видел. Ну, слушай, Хенни вообще видит модель во мне. И я не раз меня фотографировала. Поэтому, когда я с ней хожу, я как наполовину ее охранника, наполовину модель. У нас с ней теплые отношения. С Ниной было тоже прекрасно работать. Поэтому мне повезло. Мне повезло попасть сюда. И мне потом повезло привезти двух талантливых артистов в Россию и показать своим друзьям. Вообще, я это делал для друзей. Я говорю, ребят, я познакомился с такими женщинами. Я вам хочу их показать. А кто оплачил поездку для друзей? Друзья? Нет, это все было благодаря американскому консульству. Это была программа обмена культурного. Так туда попала Нина и так же попала Хенни. Ты вернулся в Америку. Ты приехал, вернее, переехал сюда. И у тебя началась совсем другая биография. Абсолютно в другом виде искусства. Я имею в виду кино. И мы поговорим о блистательной карьере Саши Корбата в Америке через несколько минут после рекламной паузы. С чего началась твоя американская карьера? И вопрос более, я сделаю его более узким. А как танцы помогли твоему становлению и началу работы в Америке? Слушай, Олег, я понимаю, что у меня, в принципе, нестандартный путь творческого развития. Я начал как танцор. Я играл в детском театре, когда жил во Владивостоке. Я выучился на журналиста. Я приехал сюда танцевать. Я начал писать для журналов, как российских, так и американских. Потом мне захотелось играть в кино. Потом мне захотелось снимать фильмы. То есть и самое, что интересно, и еще продюсировать проекты типа Нины и Хэни. Самое, что интересно, я всегда этого стеснялся. Я завидовал людям, которые выбирают одну цель и к ней идут. Вот. Мой путь не такой. В какой-то момент я с этим смирился. Все началось с танцев, потом перешло в статьи и интервью со звездами, и интервью с интересными людьми. Потом это все преобразовалось в продюсерство и в итоге в режиссерство. Если через пять лет мы тут соберемся, и ты скажешь, о, Саша, ты только что выпустил книгу, теперь ты еще и писатель, и скажу, да, ну, я думаю, в цирк меня уже не занесет, мне 36. Отчего же? Клоуны возраста не имеют. И иллюзионисты тоже, кстати. И дрессировщики собачек. Да, поэтому не удивляйся, если через пять лет мы будем говорить ты и я абсолютно на другую тему. Но, опять же, как я говорю, я с этим смирился. Мне с этим уже сегодня комфортно. Ответ твой на вопрос, с чего это началось? Это началось с танцев. И потом я понял, что движение мне недостаточно как форма... Ну, чтобы выразить себя, да? Да, самовыражение. Мне хотелось говорить, как и тебе, ты сегодня говоришь со мной, до этого я говорил с людьми, я начал находить по своим контактам. Или иногда просто... Я посмотрел фильм Звягинцева «Апокриф». Он снимал фильм про дом Бродского. Мне было 24, я пошел в этот дом Бродского, я позвонил в дверь, открыл мужчину по имени Эндрю Блейн, который оказался его соседом, его владельцем дома. И его другом. Мы сели на лавочке, поговорили 20 минут, и это было начало десятилетней дружбы. Сегодня Эндрю царство ему небесное, но я до сих пор в контакте с его женой, с его детьми. Вот тебе пример. Ну да. Нет, вообще в Америке масса неожиданных вещей случается с людьми, со мной, с аудиторией. Вдруг ты идешь на ужин с Мэрил Стрип, а на следующий день, условно, ты с Мадонной идешь на концерт. Потом ты попадаешь в число счастливчиков, которых представляют крупнейшие модельные агентства. Потом ты танцуешь на каком-то гала крутом. Потом ты снимаешься в рекламе Луи Виттона. И так далее. Как? Вот как ты попал в круг этих, вообще в этот круг? Слушай, я думаю, иногда это просто быть в нужное время, в нужном месте. Сказать, что я могу прописать этот сценарий, нет, такого не будет. Но я также могу сказать, что все эти элементы, они преувеличены. Знаешь, это когда ты хочешь себя представить и показать, что ты такой крутой, ты это делаешь. И я это делал. Я это делал специально, и я это не скрывал. Был ли я на ужине с Мэрил Стрип, я был с ней на ужине, это было в Карнеги Холл, но это был я и еще 65 человек. Да, и мы все сидели вместе. Пиар, приукрашено, преувеличено, пиар. Конечно, я абсолютно спокойно это говорю. И я это говорю с улыбкой. Да, я не снимался в рекламе Луи Виттону, я был в проекте на Нью-Йорк Фэшн Уик. Это было в 2012-м. Это тоже правда. Но сказать там, я же не Кейт Мосс или Армани. Но я думаю, когда ты попадаешь в Америку, ты просто научишься вещи приукрашивать. И ты это делаешь не из чувства надменности. Сказать, что ты лучше. Это больше как игра. Ты так, а я пошел на ужин с Мэрил Стрип. И я в это же время улыбаюсь внутри и снаружи. Мы поговорим сейчас о твоем новейшем новом проекте. Это короткометражный фильм «Инкомплит». Потому что фильм посвящен довольно актуальной теме для Америки. Тема одиночества, тема поиска близкого человека. Вот по сути фильма, по сценарию фильма вы ищете человека. Вы вот-вот начнете с ним общаться. Но, увы, вы так никогда и не встречаете этого человека. Он остается в ваших фантазиях. Какова история, которая стоит за созданием фильма? Как ты дошел до того, чтобы быть кинопродюсером? И, конечно, о работе с крупнейшим сценаристом и продюсером всех времен, эпох и народов. Пожалуйста. Слушай, ну «Инкомплит» мы перевели название на русский как «Незавершенный». Это что-то незавершенное, да? У меня родился этот проект в 2018 году. Он вышел из чувства тоски по человеку, которого ты никогда не встретил. В португальском языке есть слово «саудаджи». И если посмотреть на этимологию слова, «саудаджи» сегодня используется как «я по тебе скучаю». По тебе или по чему-то. Но если мы обратимся в этимологию, «саудаджи» означало «скучать по человеку, которого никогда не встретил». То есть это определенное чувство ностальгии по чем-то, что ты спрашиваешь, было у тебя в прошлом или не было. Знаешь, такая ностальгия по привидению в каком-то смысле может быть. Нью-Йорк — это огромнейший живой организм, в котором живут миллионы людей. И в то же время какой процент из них чувствует себя одиноким? Мне эта тема близка. Она мне стала интересна. Я общаюсь с сотней, иногда тысячей людей. Ну, может, не в один день, но в неделю. И в итоге, в конце концов, под конец дня ты остаешься один. Да, вот этот непонятный контраст. Я хотел поговорить на эту тему. И это случилось, что в моем случае это произошло через фильм. Если бы я был музыкантом, я бы, наверное, написал музыку или песню. Но в моем случае кино — это тот жанр, который я понимаю и люблю. И это случился фильм. Мы сняли фильм. Я нашел людей, которым эта тема отозвалась. И мы сделали его вместе. Был прекрасный актер Кури Майкл Смит. Сейчас он в новом фильме «Май, декабрь» Тодд Хейнса. Мой учитель Орен Моберман, израильско-американский режиссер. У него была номинация на «Оскар» за его первый фильм, кстати. И магия Орена в том, что он сам режиссер и сам писатель. Но он также открывает новые имена. Имена как режиссеры. У него был проект с Пол Данно, с Шейк Чилленхалл. Ну и теперь Саша Корбат. Я так все время смеюсь. Я ставлю себя в их ранг. И я просто нашел людей, с которыми эта тема была созвучна. И мы сделали фильм. Я надеюсь, его увидят. Я очень надеюсь, что его увидят. Как прошли премьерные показы? Я знаю, что их было два. И как сплетничают люди около сферы кино, крутящиеся. Там были аншлаги. Кто был из известных людей? Как вообще все это прошло? Как восприняла публика? Плакала, смеялась, говорила. О, это все выдумка. Нет такого. Другие плакали. Да это же Анасфильм. Было два показа. И по энергетике они были абсолютно разные. В первом мы сделали в кинотеатре Рокси. Наш модератор, интервьюер был известный кинокритик Майкл Шалман с журнала «Нью-Йоркер». И у Майкла энергетика, когда он все поднимает наверх. И то есть получился такой динамичный разговор между мной и Майклом. То есть люди, это было такое поднимание, поднятие энергии. На второй показ интервью проводил мой близкий друг, который также является директором кинофестиваля «Сандэнс». И он знает меня, и он знает проект. Он даже с этого начал, что его мнение, оно субъективное, необъективное, потому что он был настолько вовлечен. Он видел меня, как я этот проект делал. А как может быть у субъекта объективное отношение? Искусство все субъективное. Мне нравится этот певец, а тебе нет. Я обожаю то, что делал Саша Корбетт, а другой человек скажет, ой, продолжать не будем. Конечно, субъективно, в этом же и прелесть, что мнений много, отношений много. И ты знаешь, с Юджином, когда мы говорили, потому что мы так хорошо друг друга знаем, разговор получился интимный. И это позволило аудитории, когда мы открыли для вопросов аудитории, они даже не задавали вопросы. Они просто высказывали свое мнение о том, как они чувствуют себя после этого фильма. Для меня это было так дорого. Это было, ну, слушай, когда кто-то смотрит фильм, и ты чувствуешь, что этому человеку резонирует эта тема, я думаю, это подарок больше, чем премия. Потому что ты знаешь, что это достучалось до сердца. Как ты себя ощущал в роли режиссера? Насколько я понимаю, это был твой режиссерский дебют. Да. Ты знаешь, мне повезло, что раньше, что в кино я уже попробовал себя и актером, и продюсером, и немного сценаристом, то есть была какая-то почва. Быть режиссером, а, оказалось классно, и б, оказалось легче, чем я думал. Потому что моя работа была собрать лучших и дать им делать то, что они умеют делать лучше всего. Я им примерно сказал, что я хочу, и я спросил, а как вы это видите, а как вы это слышите? Ну я тебе приведу пример. Я работал в постпродакшн, я работал с Лесли Шац. Лесли Шац – это как Шакира или Бейонсе в мире дизайна звука. Я пришел к Лесли и сказал, Лесли, мой фильм про любовь и ее отсутствие. Человек ищет три состояния, три элемента, с которыми он хочет соединиться с другим человеком. Это сердечное, духовное, интеллектуальное и сексуальное. Я хочу, чтобы мы поиграли со звуком. Можно в этой сцене мы сделаем сердечное, это будет звук сердца, интеллектуальное – это будут часы, и сексуальное мы переведем это через дыхание, которое бьется очень сильно. Лесли сделал «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Он сделал «12 лет рабства», фильм «Блондинка» про Мэрил Стрип и еще 80 других фильмов. То есть это человек, понимающий свое дело. Все, что мне нужно было ему сказать, вот что я хочу сделать, и дать ему делать работу. Это микропример того, как я работал с другими. То есть я им говорю примерно, что я хочу, но не примерно, конкретно, и я их оставляю. Потом я возвращаюсь, и все мои режиссерские работы были одну секунду дольше, одну секунду короче. Я понял. Ну ты понял. Какие сейчас впереди проекты? Буквально два слова, что можно, о чем можно сказать, о чем нельзя, не нужно говорить. Слушай, я не знаю. Я бы хотел тебе дать красивый ответ. А кто знает? Я бы хотел тебе дать красивый ответ, что я все понял, как в этой жизни работает, и знаю, что я буду делать дальше. Если у меня небольшая идея, да, есть книга, которую я хочу адаптировать в фильм. Пока не хочу говорить ни названия книги, ни фильм. Ой, кажется, я догадываюсь. Это маленькая книжечка такая, ее написала британская журналистка? Нет. А, нет? Но я могу сказать, про что книга. Книга, она говорит... Ты слышал когда-нибудь про идею, формулу ада на земле? Нет. Формула ада на земле — это близость без интимности. И это может быть как между двумя людьми, так и внутри себя. Это когда ты вот так сидишь с человеком, и вы настолько близки, и он в одном полушарии, а ты абсолютно в другом. Понял. И нет контакта. Мне интересна эта тема. Я хочу ее... Она вкусная. Я хочу ее... По ней поработать. Та книга, которой я хочу адаптировать в фильм, она про это. В чем твоя американская история? Думаю в том, что я понял, что люди фундаментально добрые. Фундаментально. Из этого все исходит. Потому что я оказался здесь, потому что добрые люди дали мне возможность сюда приехать. И это изо дня в день я встречаю тех, которые мне помогают или которым помогаю я. И это взаимное... Я не говорю, что это бескомпромиссное, но это взаимное какая-то коллаборация, сотрудничество. Я не думаю, что это тот ответ, который ты хотел услышать, но для меня это так. Потому что это основа всего того, что происходило, происходит и будет происходить. Я надеюсь. Понимаешь? Я говорю абстрактно, но вдруг ты поймешь. Ну, ответ для людей определенного интеллектуального уровня. Я понял, да. Мне придется сказать, что я все понял. Ну что, замечательно, честные ответы, замечательные вопросы и вообще классная беседа. Я считаю, что мы хорошо с ним поговорили. Это была программа «Американские истории». У нас гостил танцор, актер и кинорежиссер Саша Корбут. Мы встречаемся с вами через неделю. Всем хорошего вечера. Пока.